Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 11.7.5. Как всегда, загружаем пакет трейсер из учебника на натоканде, открываем его, ждем пока он сейчас загрузится. И так он открывается. Да, все, открываем пакет трейсер, ждем пока он загрузится. Если у вас появляется окно входа, входите под своим логином, паролем Netacad. У меня, как видите, он вот открылся, несколько раз открылся, сейчас я лишнее закрою. Вводим имя, фамилию в юзер профайле, почту и группу, подтверждаем, да, оно сейчас обновится. Готово, и лишнее сейчас закрою. Все, давайте приступать. Что нам тут нужно сделать? Нам нужно создать полноценную сеть. Нам дан вот этот IP адрес, слэш 24. В прошлом пакет трейсера был 0,0, слэш 24, теперь 100,0, слэш 24. Разницы по сути никакой. И нам нужно разделить сеть. Сейчас мы это и сделаем. Она спрашивает, сколько нам нужно сетей. Как видим, по картинке нам нужно 5 сетей. Одну на этот, одну на этот, одну на этот, одну на этот. И одну между двумя роутерами. 5 сетей получается. 4 сети по 25 хостов и 1 сеть на 2 хоста. Итак, вот у нас уже есть разделение на 5 одинаковых сетей. То есть у нас тут одинаковые сети будут. И, ну в общем, вот эта таблица. Сейчас я ее найду. Так, нам нужно сколько? 25 хостов получается и 5 сетей. То есть нам нужно сейчас слэш 27 использовать. Сейчас я как раз найду. Вот она. Итак, что мы делаем? Мы, как видим, первые 2 у нас уже есть. Вот. У нас здесь появляется единичка. Потом тут единичка. Ну, в общем, просто обычная двуичная система. Мы добавляем по одному биту каждый раз. И у нас получается вот такая вот сеть. И вот такая у нас маска под сети. То есть у нас... Мы будем использовать 3 первые единички. Сейчас найду. Вот. Сейчас, секунду. Вот открываю. А вот она. Вот. 3 первые. Это слэш 27. Это 224 в конце маски под сети. Получается у нас, так как 3 единички, это 2 в 3, 8 хостов. В каждом по 30 адресов. То есть 8 сетей по 30 пользователей. 32 минус 2. Потому что от 32 это еще сам адрес сети. То есть, например, 0. И последний адрес, который широковечательный. Поэтому минус 2. Поэтому 30 хостов. Все. Мы нашли маску под сети нужную нам. Нам осталось только найти сами адреса. И вот таким вот образом мы 8 сетей создаем. То есть просто по 32 каждый раз добавляем. И у нас получается 8 сетей. Надеюсь, тут все очень понятно. Ну, первый используемый адрес. То есть адрес сети. Первый используемый. Последний используемый. Ну и плюс 1 оставшийся. Это широковещательный. И вот поэтому как раз мы минус 2 и делаем. Если это непонятно. То есть потому что у нас вот этот есть. И вот этот есть. А используемые только вот эти. Вот от этого до этого. Это минус 2. Все. И вот такая вот у нас получается полноценная сетевая таблица сети. Так сказать. Как она там точно называется. Ну да. Таблица адресации. Вот. И как мы назначаем сети. Здесь все написано. Сейчас найду. Вот. Subnet 0 to вот это вот. Subnet 1 to вот это вот. И все это расписано. Все очень просто. То есть мы вот эти вот сети, которые создали тут 8 подсетей, мы просто разделяем по этой таблице с использованием вот этих вот условий. Все. Нам осталось только настроить. Сейчас мы это быстренько сделаем. Открываем R1. Видим у нас R2 уже настроен. Открываем R1. Командная строка. Enable configure terminal. Интерфейс G0.0. IP адрес. И нам нужно сейчас скопировать IP адрес. IP адрес R1.G0.0. Копировать лучше отсюда, если вы тоже в Excel делаете. Вам нужно это делать в Excel, чтобы потом в PDF сохранить и отправить вместе с пакетрейсером. Все. IP адрес ввели. Включаем интерфейс Notion Down. Хорошо. Теперь G0.1 настраиваем. IP адрес. Копируем IP адрес. Paste. Paste. Копируем маску под сети. Paste. Вводим. И Notion Down. Все. Готово. Так. Давайте посмотрим, настроили ли мы тут все. Check Results. Assessment Items. Да. R1 мы полностью настроили. Нам осталось настроить S3 и Pk4. Сейчас мы это быстро сделаем. Так. S3. На S3 нам нужно настроить IP адресацию на VLAN 1. и Default Gateway. Так. Enable. Если у вас такое же начинается Translating. Domain Server. Control. Shift. И 6. Не 6, а просто 6. Enable. Configure Terminal. Все. Зашли. Так. Закреплю сверху сейчас. S3. Для S3 у нас уже тоже все подготовлено. S3. Копируем IP адрес. А, здесь нужно идти в интерфейс VLAN 1. IP адрес. Вставляем IP адрес. Это у нас S3. Да. Я верно скопировал. Так. Маска под сети у нас везде одна. На следующих будут разные маски под сети. Все. Это я скопировал. Включаем интерфейс. Notion Down. И выйду. IP Default Gateway. И вставляю Default Gateway адрес. Все. Готово. S3 мы тоже настроили. Давайте проверим. Check Results. Assessment Items. И да. S3 у нас настроен. Осталось только настроить ПК 4. Открываем ПК 4. Desktop. IP Конфигурация. И все. Опять-таки берем просто из таблицы. ПК 4. IP адрес. Маска под сети. ДИМ. 824. И Default Gateway. Все. Мы все настроили. Сейчас посмотрим сюда. Да. У нас 100% выполнено. Check Results. Assessment Items. Вот. Все верно выполнено. Я надеюсь вы поняли как мы создали сети. Все было очень просто. Мы разделили просто по этой таблице. Посмотрели сколько нам нужно хостов. И сколько нам нужно сетей. И разделили сеть на нужные подсети. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok